МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте! И коротко о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Допечатались! Банду фальшивомонетчиков задержали после очередной сделки сотрудники ФСБ и МВД. 35 километров до цивилизации или большие проблемы Большой Орешевки. О том, в каких условиях живут жители села Кизлярского района, смотрите сегодня в выпуске. Помочь больному пока не приехала скорая. В Махачкале открыли первую бесплатную школу до врачебной помощи. На территории Московской области и Дагестана пресечена деятельность банды фальшивомонетчиков. Они попались после очередной сделки. Преступное сообщество из 30 человек распространяли поддельные денежные купюры на территории 20 регионов страны. Участников группы нашли значительное количество купюр в номинале 1000 и 5000 рублей. Подробнее совместной операции ФСБ и МВД в сюжете по Симат Ханаповой. Несколько секунд, и обладатели солидного состояния в самом несолидном виде оказываются на полу, на запястьях, наручники, в глазах печаль. Им есть от чего пасть в уныние. Теперь каждому члену этой группировки может грозить до 8 лет лишения свободы. Оперативники уверены, этот молодой человек, владелец престижной иномарки, и его 29 приятелей организовали подпольную типографию. Массово печатали поддельные денежные купюры номиналом в 1,5 тысяч рублей. Деньги очень похожи на настоящие. Невооруженным глазом едва отличившие фальшивоманические распространяли их практически по всей России и в более 20 регионах страны. Установлено, что ресурсами преступное сообщество снабжали из-за рубежа. У задержанных также было изято техническое оборудование. Это клише для печати денег, краски и даже средства для подделки элементов защиты банкнот. Чтобы сушилось хорошо. Отметим, что еще в прошлом году силовиками была пресечена деятельность сериала подпольных лабораторий, которые, как выяснилось, сейчас принадлежали членам этой же преступной группы. Ватимат Ханапова, Даут Гасанов, телеканал ННТ, Москва, Махачкала. Должность главы МВД Дагестана подешевела в 130 раз. Полковнику МВД Дагестана Магомеду Хизриеву снизили сумму взятки. Следствие теперь считает, что за должность обвиняемый заплатил не 2 миллиона долларов, как сообщалось ранее, а всего миллион рублей. Проходящий по делу, Борчудопалов, начал сотрудничать со следствием и полностью признал свою вину. Сейчас его отпустили из СИЗО под домашний арест. Именно ему, бывший полковник, и передал ту самую взятку. Напомним, в июне 2018 года Магомед Хизриев был задержан в Москве. В отношении эксполковника возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки в особо крупном размере. От села Большая Решевка до Кизляра чуть более 30 километров. Однако этот, казалось бы, короткий путь местным жителям приходится преодолевать с риском для жизни. Сказать, что дорога разбита, значит ничего не сказать. Дело осложняется и тем, что в селе нет никакой инфраструктуры. Дома, как в старые времена, топят дровами. С этими и другими проблемами местных жителей ознакомился Камиль Девятов. Ему слово. В Большой Орешевке живет более трех тысяч человек. До города 35 километров. Расстояние небольшое. Но при такой дороге жалуются местные жители, добраться до Кизляра становится проблемой. Если в хорошую погоду это расстояние можно преодолеть в течение часа, то в непогоду из Большой Орешевки не выбраться. Работаю на автобусе, людей вожу. День-два рейса я делаю. Вот. Я два раза чуть по этой дороге с людьми, месяца я не улетел по этой дороге. Вы еще рано, вы приехали, сейчас более-менее дорога сделана. Вот. Вот. Вы еще по-божески приехали бы пораньше, когда дожди шли, там и танки проезжали. Вот так по колесам, это, колеи там, во-первых. А во-вторых, эти депутаты туда-сюда говорят у нас. Они нас поминают только, когда выборы ближе, там, агитировать людей. Тогда только приезжают они. Собирают народ, там, кому-то что-то обещают, там, людей заманивают за собой и все. А как их изберут уже, после этого уже ни одной ноги, никто ничего не приходит сюда, никто. Насколько я помню, вот как я родился здесь, еще со школы обещают и дороги, и газофикацию, села. И от этого, конечно, страдают пожилые люди пожилого возраста. Почему? Потому что молодые еще как-то могут, к примеру, заготовить дрова, там, колоть дрова. А взрослые люди, они на сегодняшний день не могут этого себе позволить в связи с проблемами со здоровьем. Жители села беспокоятся в первую очередь за своих детей. Их тревогу понять несложно. Внимание, аварийный мост. Ежедневные соседние Макаровки детей везут по нему в школу и обратно. Бетонная плита, которая, видимо, когда-то была частью единой конструкции, дала трещину и продолжает рассыпаться буквально по дням. Это так не бывает все равно. Пусть обращают внимание наши руководства Дагестана вообще. Если они работают, если не работают, то вообще дойдут, кто хочет работать. Мы их не просили. То, что выделяется, пусть запускают на эти все моменты. Бросили, убили. Мы что, не люди за эти что-то? А вот этот участок дороги снизу напоминает могилу. Если провалиться сюда, то выхода, скорее всего, не будет. А? Что в проценту? У нас нет школы в селе. Наши дети учатся здесь, в Большой Орешевке. Вот эта маршрутка два раза в день проезжает и сюда, и обратно. Вот представьте себе по этому мосту. Если завтра что-нибудь с этими детьми случится, виноватого, увы, будут искать долго все. Абсолютно. Но не знаю, найдут ли. Мы обращались по поводу этого моста, но однако до сих пор нет. И глава администрации обращается, и все. Но нет никаких продвижений. Что-то можно сделать для нас? Или нельзя? Или нас на вымирание здесь оставили? С водой проблема осталась. Насчет газа, тоже вы сами заметили, нет газа здесь. Дорога, в первую очередь, непроходимая, вы сами видите. И то, что вы увидели сейчас, это безобразие. Школьная маршрутка, и один раз будет приключение. На всю Россию шум, гам. И глухая стена, никто сюда не приезжает. Самое заброшенное село, по-моему, в Козлярском районе. Но и на этом проблемы местных жителей не заканчиваются. Перебои со светом, отсутствие нормальных условий в быту и многое другое. Как говорится, накипело-наболело. У людей и вот начали рассказывать обо всем на камеру. Дома нам воды нет, уже сколько лет. Мы воды с фермы таскаем домой. Сделали новые провода. Ни одной воды нету нам, ни капли воды нету. Мы скважинами питаемся. И что? Мы же тоже люди, не скот же. Глава села Истарейщины много раз обращались в различные инстанции с просьбой решить главную проблему. Сделать дорогу до Большой Орешевки. В первую очередь, наверное, на это должен обратить внимание автодор, собственность которого находится, это федеральная автодорога. Внимания этому практически никого не уделялось. В 2017 году только один участок, 5 километров. Включили бюджет, сделали там градированный. Но в каком состоянии он находится, вы сами видели. Делать кусками эту дорогу, это просто деньги выбрасывать на ветер, наверное, в плане экономики. Если делать, надо ее полностью сделать. Сделать твердое покрытие. И тогда, в сегодняшний день, здесь никто не будет собираться, и проблем не будет никаких. Уважаемый Владимир Абдул-Алевич, большая просьба к вам и к председателю правительства Артему Алексеевичу Сдунову, чтобы приняли нас хотя бы в голову и пятерых, шестерых депутатов сельского поселения, и жителей там, кто изъявит желание. Мы третий год пытаемся попасть к вам на прием, но нам все время отказывают. Причину отказа я не знаю. 35 километров до цивилизации. Именно такое расстояние до Большой Орешевки до Кизляра. Но если власти не помогут этот короткий, казалось бы, путь, местным жителям придется преодолевать еще долго. Камиль Девятов, Салман Гедихмаев, телеканал ННТ, Большая Орешевка. Неизвестные прорыли канализацию через Ильтавский лес, который находится в Кировском районе Махачкалы. Об этом сообщает региональное информагентство «Аргументы и факты». В социальной сети Facebook появилось видео, на котором видно, в лесу прорыли канализацию, а вокруг сооружения вырубили деревья. Кто это сделал, неизвестно, но уже поступило обращение по этому поводу в Общероссийский народный фронт, и те, в свою очередь, пообещали разобраться в случившемся. Прямо посередине леса скопали, сделали. Умники. Система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» уже показала свою эффективность и успешно работает. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства России Максим Увайдов на выездном совещании в Махачкале. Сегодня состоялся такой, на мой взгляд, предметный разговор, который, думаю, должен перейти в создание такой дорожной карты с понятными сроками, чтобы нам подтянуть те регионы, которые сегодня у нас недостаточно еще работают в электронной ветеринарной сертификации. По последним данным из Дагестана в системе «Меркурий» зарегистрировано около 64 тысяч документов в электронной форме. В разрезе других регионов России – это неплохие результаты и все же есть куда расти. Например, тот же самый сельхозтоваропроизводитель, он произвел, допустим, мясо-молочную продукцию, соответствующую крупную фирму, но крупный сельхозтоваропроизводитель, более того, он от государства получает через Министерство сельского хозяйства России государственную поддержку. А как он может не сертифицированную продукцию поставлять на рынок? Мы просто-напросто будем принимать соответствующие меры. Напомним, с 1 июля 2018 года в России вся продукция животноводства должна проходить электронную ветеринарную сертификацию. Проследить весь путь товара от фермы до прилавка можно через информационную систему «Меркурий». При этом незарегистрированная продукция признается нелегальной. Формирование Дербента, как туристического центра Дагестана, активно обсуждается в республике. Так, накануне мэр города Хизри Абакара встретился с министром по туризму и народным художественным промыслом Асулом Абрагимовым. Были обсуждены совместные мероприятия, которые необходимо провести в 2019 году для укрепления туристического имиджа древнего города. Они предполагают привлечение гостей не только на экскурсионные программы, но и на событийные. Так, туристов планируют пригласить на празднование международного праздника на Врус-Байрама, а также на гастрономический фестиваль «Шашлык-2019». «Помощь рядом» – так называется первая в Махачкале бесплатная школа доврачебной помощи. Проект нацелен на приобретение населением медицинских навыков. Уже побывала и оценила образовательные курсы наш корреспондент Карина Баталова. Сейчас мы находимся в здании 22-й столичной школы. Здесь проходит первый подобный мастер-класс. Учителя и ученики получают необходимые знания для оказания первой доврачебной медицинской помощи. Волонтеры-медики учат, как правильно оценивать состояние пострадавшего, как эвакуировать его из опасной зоны при сердечном приступе, при остановке дыхания, при потере сознания. Людей учат на практике необходимым шагам для оказания первой помощи. Ставим одну руку на лоб, два пальца на подвороток и открываем лоб. И вот таким образом открываем дыхательные пути. Руководитель проекта «Зумруд» Бучаева высказала, для чего и кому понадобятся подобные уроки. Человек, обладающий этими знаниями, в эти критические и быстрые, стремительные минуты может дать трезвую оценку ситуации и оказать правильную следовую в церкви помощи. И к новостям спорта. Анжи будет доигрывать сезон в ослабленном составе. Форвард махачкалинцев Андрес Панце может сменить команду. 22-летний игрок сборной Венесуэлы получил предложение от Орландо-Сити из МЛС и Университет Католика из Чили. Оба клуба готовы выплатить Анжи сумму отступных в размере 300 тысяч евро. Футболист примет решение в течение 48 часов. В нынешнем сезоне нападающий в 14 матчах отличился 4 раза. В Турции завершился чемпионат мира по аппаратэквондо. Последний день турнира дагестанские спортсмены выиграли 3 медали. Единственным, кому удалось подняться на высшую ступень пьедестала, был Евгений Анифериенко. Еще двое наших атлетов, это Даниил Сидоров и Магомед Загир и Салдибиров, дошли до финала и довольствовались серебряными медалями. Этот результат помог сборной России упрочить лидерство в общекомандном зачете. Напомню, что в первый день турнира призерами стали Зайнудин Атаев и Мухтар Кумаев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова